В этом выпуске «Налегке» разбираемся в тонкостях сбора и сортировки мусора в Беларуси и учимся производить меньше отходов, чтобы не вредить окружающей среде и себе самим. Не переключайтесь! Всем привет! Странная локация, не правда ли? Но ответ на самом деле очень простой. На протяжении недели мы решили провести социальный эксперимент. Я, учитывая советы всех наших экспертов, которых вы сегодня услышите и увидите, буду сортировать свой мусор и тренировать осознанное потребление. Ну а в конце эксперимента расскажу вам, сколько сил, времени и, возможно, материальных ресурсов у меня на это ушло. Пожалуй, начнем мы с обычной тканевой обоськи, которая отправляется ко мне в сумку и будет сопровождать меня каждый поход в магазин. Ну а стартуем мы, пожалуй, с главного вопроса. Существует ли у нас в стране переработка? Кто за это отвечает и как это курируется? Начинаем с теоретической части. Поехали! Доброе утро, страна! Сегодня с вами на радио! Следующая остановка — сортировка. Раздельный сбор отходов. Наша организация в целом координирует в Республике деятельность по обращению с вторичными материальными ресурсами. У нас в Республике перерабатываются отходы бумаги, картона, отходы стекла, пластмасс, изношенные шины, масла. Если говорить конкретно уже, что же из этого получается, потому что, да, возникает какое-то такое недоверие, что перерабатываются отходы где-то вот там, но не у нас. Так вот нет. У нас даже был цикл таких мини-роликов «Переработка в Беларуси есть». То есть мы показывали именно, как перерабатываются отходы Беларуси и что мы получаем. Например, из отходов бумаги и картона, из макулатуры мы получаем опять-таки картон, картонные коробки, изделия санитарно-гигиенического назначения, тетради. Если мы говорим про отходы стекла, то это в первую очередь банки и бутылки, которые производятся у нас на трех предприятиях Республики. Еще, может быть, не знают, но будет очень интересно. Мы все ездим по дорогам и на дороге нанесена дорожная разметка. Так вот, отходы стекла измельчаются и добавляются в краску. И вот этот эффект, когда шины шуршат, именно достигается за счет того, что там именно отходы стекла добавляются в такую краску. Если говорить про отходы пластмасс, то это какие-то элементарные довольно-таки изделия. Это там ведра, какие-то садовые инструменты, там те же лопатки, вешалки, трубы полиэтиленовые. Это тоже делается из историчных материалов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ку-ку, мой мальчик, а куда это ты меня принес? Я заботилась о тебе все эти годы, а ты даже не проявишь ко мне немного уважения. Не бросай старую технику, позвони в службу вывоза или отвези ее в пункт приема. Заработай уважение. Отходы, которые мы собираем раздельно, они не идут на полигон, не идут на захоронение. Они идут на сортировочную линию. То есть там эти отходы дополнительно сортируются для того, чтобы их уже потом направить на переработку. Что касается одного автомобиля, это мой самый любимый вопрос. Я хотела бы сказать, что если у вас есть такие площадки, на которых наклейки есть на контейнерах, есть там, скорее всего, еще и информационная табличка, и на ней написано, в какие дни что забирается. Так вот, визуально тот мусоровоз, который приезжает за контейнером для раздельного сбора и за обычным мусором, он ничем не отличается. Просто он вывозит отдельно отходы, раздельно собранные и отдельно смешанные отходы. И я хотела бы отметить, что у нас с 1 сентября действует технический кодекс установившихся практики о правилах обращения с коммунальными отходами, в котором написано, что нельзя смешивать не только смешанный мусор, но и необходимо вывозить раздельно собранные отходы. То есть если у вас во дворе стоит 3 контейнера, то отходы стекла должны вывозиться отдельно от отходов пластмасса. Все больше жители Беларуси сортируют отходы. Собирают отдельно бумагу, стекло, пластик и выбрасывают такие отходы в специальные контейнеры. Рано утром мусоровозы объезжают город и выгружают отходы из контейнеров. По всей стране сотни мусоровозов занимаются вывозом отходов из населенных пунктов. Отходы из контейнеров для вторичных ресурсов нельзя сразу отправить на перерабатывающие заводы. Сначала их нужно очистить от примесей, загрязнений, рассортировать по маркам будущего сырья, иногда даже по цвету. В крупных городах отходы сортируют на мусоросортировочных заводах. Такие заводы работают в Минске, в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, а также в Барановичах и Новополоцке. Помогают сортировать отходы линии сортировки. В Беларуси работает 80 линий сортировки почти в каждом районе страны. Я бы не усложняла жизнь, и просто с понедельника у вас к одному ведру появляется либо второе ведро, либо даже просто появляется пакет, в который вы складываете отходы бумаги. То есть это могут быть какие-то коробки из-под конфет, печенья, косметики, обуви. То есть вы ее складываете, чтобы она занимала меньше места. В этот же пакет вы можете выбрасывать стеклянные бутылки, банки. Туда же замечательно пойдет отходы пластмасс. В первую очередь это бутылки из-под напитков. Это емкости от бытовой химии, косметики. И мы понимаем, что полимерных всех этих отходов очень большое разнообразие. И мы говорим, что совсем продвинутые могут посмотреть, например, с обратной стороны, какой значок нарисован, подлежит ли именно этот вид упаковке. Но мы пока говорим, если визуально эта емкость похожа на отходы пластмасс, выбрасываете ее в контейнер для отходов пластмасс. Что касается мыть, снимать этикетку, откручивать крышечку, не надо это делать. Просто мы просим вылить содержимое той или иной емкости. Потому что простой пример, бутылка из-под напитков, ее средний вес около 40 граммов. Вот там на донышке остается напиток и сопоставим вес вот этого отхода с весом вторичного сырья. Поэтому мы просто просим вылить содержимое. Что касается бутылок, то крышки не надо откручивать. Просто бутылки занимают много места в контейнере. И, по сути, когда приезжает мусоровоз, он везет воздух. Мы просим сжать эту бутылку, крышку можно оставить и выбросить в контейнер. Вы начали с понедельника. Через неделю, например, у вас образовался пакет вторичным сырьем. Вы выходите к контейнеру и, буквально потратив пару минут в определенные контейнеры, выбрасываете отходы. Поступившие на мусоросортировочный завод отходы загружают в бункеры, из которых они начинают движение по конвейерным лентам. Первым делом отходы проходят через разрыватели мусорных пакетов. Затем масса отходов подается в кабину предварительной сортировки. В ней работники отбирают все тяжелое или острое, что будет мешать работе оборудование впереди. Здесь же могут отбирать отходы стекла. Дальше отходы попадают в машины грохоты. Это большие барабаны, как в стиральной машине. Через их маленькие отверстия выпадают частицы пищи и растительного мусора. Конвейеры уносят растительный и пищевой мусор на прессование. Такие органические отходы можно перерабатывать в удобрения, полезный грунт или получить из них газ. Теперь начинается самое интересное. Из отходов нужно отделить все полезное. То, что можно переработать. А еще рассортировать по видам материала, маркам и даже по цвету. Отходы могут сортировать с помощью автоматических устройств. Так магнитные установки отбирают из отходов металлическую упаковку и другой металлолом. Бытовая техника в разной степени, конечно, может содержать какие-то опасные как для окружающей среды, так и для здоровья людей компоненты. Поэтому всю бытовую технику необходимо сдать в нужные места. Что это такое? Если это крупная бытовая техника, то в республике хорошо себя зарекомендовали, как такие службы, такси по вывозу крупной бытовой техники. Они приезжают к вам домой в удобное для вас время и вывозят эту технику. В последнее время эта техника даже вывозится, вам как бы платят определенные деньги. Они небольшие, но в разных регионах по-разному работает эта служба. Если к вам вот так приезжает машина, которая домой вместе с крупной, вы можете туда же отдать на переработку мелкую бытовую технику. Если у вас действительно только чайник, фен сломался, то во многих объектах, которые продают бытовую технику, находятся и контейнеры, которые вы уже видели. И вы туда просто можете принести и сдать эту технику. Ну и опять-таки приемные пункты. Можно посмотреть, где они находятся. На картах написано, где глянуть в доступности, какой из них приемный пункт, принимает ли он такую технику от института. Чтобы тщательно рассортировать разнообразный современный мусор, не обойтись без помощи человека. Отходы по конвейеру попадают в отделение ручной сортировки, где работники выбирают вторичные ресурсы по разновидностям. Пластиковые бутылки от напитков сортируют по цвету. Тород косметики и бытовой химии разделяют по типу пластика. Отделяют полиэтиленовые пакеты, алюминиевые банки, бумажные и картонные отходы. Все отсортированные полезные отходы прессуют. Теперь это сырье, которое отправится на заводы. Там его используют в производстве новых полезных вещей вместо добываемых природных ресурсов. Стеклобой чаще всего обретает вторую жизнь в производстве новых бутылок и банок. Но его используют еще и в производстве строительных материалов. Оставшийся после сортировки непригодный для переработки мусор отправляют на полигон отходов для захоронения. Чем лучше жители сортируют отходы, тем больше полезных ресурсов удастся получить на мусоросортировочных заводах, линиях сортировки. А значит, меньше отходов попадет на полигоны. Мария, знакомимся. Какую инициативу вы представляете? Общественную организацию, как это лучше назвать? Да, мы учреждение Центра экологических решений. Мы уже работаем более 12 лет с экологическими вопросами в Беларуси. Мы в основном занимаемся темами отходов, энергосбережения, ресурсосбережения. И такой экологически дружественным образом жизни. Что каждый и каждая из нас могут сделать для того, чтобы уменьшить свое влияние на окружающую среду. Это такие основные направления, с которыми... Ну вот я расскажу, как я вас нашла, да, как я с вами познакомилась. Я уже, наверное, второй год покупаю себе живую елку. Но покупаю не такую, а в горшке, чтобы вот прям вот вообще... Ну мне нравится. Изначально это вот было просто визуально мне приятно. Она маленькая. Ну и потом посадить ее, чтобы она выросла. Одну елку посадили у меня дворники под окном. Вот прямо я ее несла на мусорку. И они сказали, а давайте посадим под окном. Я сказала, а давайте. Ну это было очень мило. Да, они ее посадили, она там вот так худобедная, но растет. Вот. Вторую елку я уже думала либо посадить. Но как-то у меня все никак не было возможности ее вывести на дачу. И я задумалась о людях, которые не покупают ее в горшке, как ее утилизировать, как ее забрать, как ее... Что делать людям? Я начала гуглить, и единственный портал, да, инстаграм-аккаунт, где я это нашла, это была именно Икаидея. И я там уже полистала. И, в общем-то, тогда зародилась мысль снять что-то такое для того, чтобы людей, которых сложно мотивировать, да, вот этими поисками в сети, возможно, они как-то наткнулись на это на YouTube или посмотрели по телевизору. Как вообще можно, да, повлиять на количество, чтобы сократить количество этих отходов? Ну, у нас основная концепция нашей организации, если перейти на наш сайт, называется Экоидея Бай. Наша идея в экоидеях в том, что каждый может что-то сделать в своей жизни для того, чтобы уменьшить количество отходов или экологический след. Это простые советы, за которыми стоят большая работа, в том числе исследовательская наших специалистов и специалисток. Но для потребителей мы ее показываем в простом варианте. Вот смотрите, туда можно выбросить лекарства, сюда можно выбросить елки, а вот есть проблемы, с которыми мы не знаем, что делать. Вот, например, органические отходы, которые в Беларуси не перерабатывают, к сожалению. И вот давайте мы попробуем их сделать меньше. То есть у нас такой небольшой диалог с потребителем нашей информации в том, что вот есть экологические идеи, которые мы предлагаем вам реализовать. В Беларуси уже 160 полигонов. Полигоны бытовых отходов заполняются все быстрее и окружат города, захватывая новые территории. Земель для полигонов уже сейчас не хватает. Полигоны размещают сразу за городом, чтобы экономить на транспортировке отходов. Но никто не хочет жить рядом со свалкой. Захоронение – самый простой и дешевый способ обращения с отходами. Но захоронение современного мусора несет опасность для природы и здоровья. Отходы выделяют токсичные органические соединения и тяжелые металлы, которые могут попасть в почву и грунтовые воды. Также в воздух выделяется свалочный газ. Газ, который образуется из-за разложения отходов, смесь метана и диоксида углерода. Парниковый эффект от метана в 25 раз сильнее, чем от углекислого газа. На полигонах часто случаются пожары. В атмосферу могут выделяться опасные для здоровья вещества. Все, что содержится в современном бытовом мусоре. Например, диоксины и фураны – особо токсичные устойчивые соединения. Закапывая отходы, мы теряем ресурсы. А чтобы произвести новые вещи опять, добываем богатство природы, запасы которых с каждым годом становятся меньше. Когда начинаешь разбираться, понимаешь, что довольно немного из тех отходов, которые у нас образуются, реально можно переработать. Если мы говорим про пластик, которого по объему больше всего в наших отходах, если каждый посмотрит мусорку, он увидит, что это в основном упаковка от продуктов питания, от одежды. То есть все это, к сожалению, не скорее всего, точно не будет переработано. Вот это первое, наверное, с чем надо примириться. Но это не фатально на самом деле, потому что можно посмотреть то, чего у вас образуется, тот вид отходов, который у вас образуется, и посмотреть, можно ли купить, есть ли альтернатива этому. Да, как правило, мы покупаем чаще всего одни и те же продукты. И когда вы поймете, что для каждого продукта есть альтернатива, а она есть, ну вот понятно, что там для чипсов не будет этой альтернативы, потому что экологический, дружественный образ жизни, он очень близко идет со здоровым образом жизни. Поэтому, исключая то, что продается неперерабатываемой упаковке, скорее всего, вы исключите какие-то не очень полезные продукты. Фрукты, овощи, крупы, масло подсолнечное, яйца, даже молочку, творог. Много из этого всего можно купить на развес. Понятно, что надо очень сильно структурировать свою жизнь, потому что ты должен или должна выделить часть какой-то жизни для того, чтобы пойти, например, на комаровку и закупиться то, что тебе нужно. То, что ты должна знать, что тебе нужно купить, потому что ты знаешь, что ты будешь готовить. Это именно поэтому осознанное потребление, оно вот как раз про структуру. Но при этом именно мусора в твоей жизни становится меньше. И мусора такого ментального, я бы сказала, потому что ты постоянно не думаешь, а что же мне надо купить, а не бежишь в спешке и покупаешь в магазине то, что может быть и вредное, и это, скорее всего, будет неперерабатываемой упаковке. А осознанно покупаешь, готовишь на какое-то время. Это структурирует очень сильно твою жизнь. Это на самом деле, я очень часто говорю, что zero waste, это вот ноль отходов, подход осознанного потребления. Это не всегда про отходы, это про осознанное отношение к своей жизни. Изменение мировоззрения. И оно помогает. Кстати, если уже не быть голословными, да, и не ходить далеко, у нас есть маленькая заготовочка в пакете, кстати, вот пакет, да, в котором дарят новогодние подарки. Вот он перерабатывает? Нет, тут очень много металлизированных вещей, вот, и он ламинированный. То есть все плохо с ним, да? Да, он скорее... Ну, его можно использовать долгое время. Долгое время, да, как минимум для мусора. Вот, например, у нас нет продуктов, но я думаю, что мы не будем рекламировать продукты, но у нас есть упаковки. Вот такая, вот такая и вот такая. То есть вот я прихожу в магазин, хочу купить яйца, и передо мной, на самом деле, в любом даже самом маленьком магазине есть выбор вот такой, да. Можем пройтись, допустим, по упаковке, какая из этих упаковок нанесет наименьшее вредо, на что, зачем у меня должна потянуться рука в первую очередь? Ну, я думаю, для многих очевидно, что это, конечно, бумага, потому что бумагу можно и отдать на переработку, потому что и отправить в компост, если у вас свой дом, например, вы и вы компостируете органические отходы, но и можно использовать несколько раз, пойти, например, на комаровку и купить туда яйца. Поэтому это такая самая, было бы самая экологичная альтернатива. То есть это мы оставляем, да, из вот этих двух, если такого нету у нас добра в магазине? Я бы сказала, что ни то, ни другое не будет переработано, хотя эта упаковка сделана из полиэтилен терифталата, PET, если вы смотрите на этикетку, это единичка в таком треугольничке со стрелочками. Это то, из чего сделаны PET-бутылки. Этот вид пластика может быть переработан в Беларуси. Вот, например, вода, да, вот в такой бутылке. Это вот эта самая PET-бутылка, да? Да, она будет переработана, скорее всего, с самой большой вероятностью. Но большая проблема этой упаковки в том, что она выглядит точно так же, как упаковка из полистирола, который не перерабатывается. А в ситуации, когда у нас в Беларуси ручная сортировка, и люди на внешний вид определяют, что пойдет на переработку, а что нет, они, скорее всего, эту упаковку не возьмут, потому что это может быть полистирол. Ну, это уже явно похоже на вспененный полистирол, и он тоже не перерабатывается в Беларуси. Но все эти три упаковки можно использовать, если вы, например, покупаете яйца поштучно. Вы можете их, например, отнести людям, которые на Комаровке продают яйца поштучно, и они у вас ее возьмут, потому что они их продают. Да, всегда важно при покупке понять, как вы можете дальше это использовать. Если вдруг это невозможно переработать, подумайте, можно это еще... Ну, можно, конечно, там какие-то подделки делать, но я такая небольшая сторонница этого сайклинга. Да-да-да, вот это, кстати, тоже не моя тема. Хорошо, а если мы говорим про молоко? У нас, к сожалению, нет тетропака, но чаще всего люди покупают молоко в тетропаке. Люди, и я в том числе, не будем уже меня обелять, да, есть они вот в таких упаковках, да? Что лучше выбрать, в такой упаковке или тетропак? Ну, тетропак почему часто покупают, и кофейни часто покупают, и офисы, потому что в тетропаке дольше хранится. Но тетропак пока в Беларуси не перерабатывается. И вообще я считаю, что людей нужно мотивировать, а производителей нужно наказывать, потому что к производителям и людям, компаниям и людям должен быть разный подход, потому что возможности у людей и у компаний разные, и поэтому я считаю, что для компаний должно быть невыгодно производить упаковку, которая не перерабатывается в этой стране. И я думаю, что это одно из тех решений, которое будет принято. Уже найдены три решения проблемы отходов. Предотвращать, повторно использовать, перерабатывать. Переработка отходов помогает экономить природные ресурсы и уменьшить свалки. Собираем раздельные отходы, перерабатываем и используем в производстве новых вещей. Переработка – отличное решение? Увы, не всегда. Все труднее найти способы переработки современного мусора. Что же делать? Бороться с причиной. Сделать так, чтобы лишний мусор вообще не образовывался. Это под силу каждому из нас. Достаточно немного изменить свои привычки. Откажитесь от одноразовых вещей. Ненужные вещи отдавайте тем, кому они еще понадобятся. Находите новое применение старым вещам. Ремонтируйте вместо того, чтобы сразу выбросить. Помните, лучшие отходы – те, которых нет. Для меня и, в принципе, на уровне Европейского, например, Союза, переработка, вот именно ресайклинг – это переработка без потери качества сырья. То есть, когда мы PET-бутылку, перерабатываем в PET-бутылку. К сожалению, в Беларуси такой технологии еще нет. Есть, например, в России, есть в европейских странах, в Беларуси. Мы, скорее всего, PET-бутылка будет переработана в что-то худшего качества. Тетропак тоже у нас будет перерабатываться. Мы не можем опять из той упаковки сделать опять тетропак. Это будет тоже сделано, ну, какая-то другая, там, ручки, я знаю, делают. Ну, какие-то другие вещи. К сожалению, пока это существует на таком уровне. Но мне кажется, именно максимально эффективная переработка, это именно переработка бутылку в бутылку без потери качества сырья. Тогда мы можем говорить о реальной переработке. Потому что, если даже говорить о пластике, то по мировой статистике только 9% из всего когда-либо произведенного пластика было переработано. Это, к сожалению, очень мало. 12% было сожжено, и там около 79% находится сейчас на свалке или в окружающей среде. Поэтому переработка это хорошо, но история, там, 70-летней продолжительностью за время существования пластика говорит о том, что пока мы не можем перерабатывать все, что мы производим. Поэтому лучше отдавать предпочтение тем практикам, которые уменьшают образование пластика, использование, вот, например, покупать без упаковки или в перерабатываемой упаковке, в бумажной, например. Продолжение следует... Мы находимся в магазине ZERO. Это первый, в принципе, ZERO вест-магазин в Беларуси. Здесь конкретно совсем недавно, месяца два, до этого мы были в торговом центре силуэт. У нас был маленький боксик. Потом мы работали онлайн только, потому что мы закрылись из-за пандемии. Ну и вот, наконец-таки, нашли помещение и здесь теперь. Ну а как пришла идея, в принципе, создать такой? Был запрос, была потребность или это просто какие-то убеждения конкретно владельцев этого бизнеса? Тут все вместе. Девочки, которые изначально начали все это, они сами экологистки, много в активизме участвовали. Поэтому просто когда увидели, насколько большая проблема пластика и в Беларуси, и в целом во всем мире, ну уже начали что-то думать вот в таком направлении. Ну это здорово, да? Когда ты активист, когда ты понимаешь, что для тебя это неравнодушно, да? А дальше же идет этап, получил ли это достойный, допустим, ответ, да? И востребованность вот на нашем рынке, потому что сколько мы не разговаривали с людьми, которые имеют к этому отношение, и в том числе с государственными структурами, и узнали такую вещь о том, что даже на уровне чиновников, да, идет такое непонимание, для чего все это сделать, потому что наши люди как бы как будто бы неприучены, и зачем сортировать, если все равно никто не будет этим заниматься? Да, это большая проблема на самом деле, но мы получили отклик большой достаточно, особенно эко-сообщество, оно достаточно большое в Беларуси, просто эко-сообщество, так как это в большинстве случаев это активисты, ну они не могут себе позволить достаточно дорогие продукты, товары, потому что натуральное достаточно дорогое. Да, то есть дорогословище. Да, поэтому мы как бы стараемся привлекать новых людей, новую аудиторию, вот запустили продукты, питание для того, чтобы тоже привлекать новых людей. Это такая как бы новинка, скажем так, вообще в Беларуси, потому что в принципе веганских товаров, фабрикатов мало в Беларуси, либо они привозятся откуда-то, они дорогие. Вот я посмотрела, вот эта штучка непонятная, неопознанная для меня, но мы узнаем, что это, да, вот я прочитала, что это делают люди с инвалидностью. Я знаю, что у нас есть производство вот таких вот авосек, да, 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 что привлекают именно жители Беларуси, да, из разных маленьких городов, особенно у тех людей, у кого есть какие-то сложности со здоровьем, да, и возможность, то есть это закрывает потребность экоактивистов купить более дешевый продукт, да, и с другой стороны поддержать людей, у которых это нужно. Вот эта оська тоже, она сделана, по-моему, детьми, тоже слабовидящими, по-моему, вот эти вот тоже. Потом у нас есть вот эти шопперы, это вы, наверное, знаете, док, драфодок, это которые для приюта собак собирают деньги. То есть это уже такое, да, сарафанное радио идет, людей, которые неравнодушны, они собираются в такие неравнодушные группы и друг другу помогают. Да, но на самом деле таких товаров немного, сложно сказать, что вот прям это супер такое социальное, но да, мы как бы, если какие-то возможности есть, то мы, конечно, соглашаемся на такое. У нас есть такие топ-товары, которые, скажем так, основные взорвая скульптуре, это, например, мешочки, они у нас идут там наборами по отдельности для продуктов, то есть вы можете сюда и фрукты, и овощи, и крупы, и орехи, в принципе, все, что угодно закупать. То есть вот это то, что на кассе мы, да, не на кассе, или там, допустим, на кассе, или взвешивается в полиэтиленовых пакетах, от этого я могу отказаться, купив вот такие многоразовые мешочки, да, а они ничем не отличаются. То есть если я могу взять, да, допустим, беру такой один средний мешочек, то есть я могу сюда складывать и фрукты, и овощи, просто, то есть как бы ничем они не отличаются, для сыпучих продуктов, для... Да, конечно, он легко стирается, в принципе, там, если он чуть-чуть там загляднился, и вам это не нравится, просто встиралку кинули, и... Ну вот совет от бывалого, да, сколько таких мешочков, вообще, в принципе, для того, чтобы закрыть вот эту потребность, да, допустим, поход в магазин, сколько должно быть? Ну, минимум, штуки три, наверное, да? Три, да. Достаточно будет, да, то есть для... для... когда ты уже только вникаешь в эту тему. Три мешочка, авоська или шоппер, так называемый, ну, мне кажется, это уже вообще... Сейчас даже какой-то элемент фэшн-культуры, да, все уже перешли, мне кажется, на такие... Даже не из-за отказа от пластика, а просто потому, что это стильно и красиво. Один из самых популярных товаров у нас – это зубные щетки бамбуковые. Люфа – это хорошая альтернатива губкам для мытья посуды. В принципе, я мою ей и, там, раковины, плиту, себя мою, потому что она... Сначала ее окунаете в воду горячую, она разбухает, но у нас во время становится мягче, и, ну, то есть альтернатива очень хорошая, тостальная не будет такая жесткая. Есть прокладки, есть менструальные чаши. Кому как удобнее. Чаши, они идут разных размеров. Есть чаши белорусского производства одного размера, они складываются. Они сделаны из медицинского силикона, хватает их на 10 лет. То есть вообще, да? Вот, в принципе, ну, тут понятно, что это очень хорошая альтернатива. Интересная информация была про пасту, да, что приходит... Есть порошок, мы говорили, да, на развес? Да, есть зубной порошок, тоже мы его на развес продаем. А для тех, кто привозят, да, по старинке в тюбике? Да, они тоже есть разного вида, которые там больше пенятся для чувствительных зубов, достаточно выбора. Вот, и мы отправляем эту упаковку обратно производителю на переработку дальнейшую. То есть если я купила вот такой вот тюбик, да, я приношу обратно, и вы просто отправляете на переработку, и следующую я, как бы, беру из переработанного материала, да? Ну, там не обязательно из переработанного, но там уже производители, они тоже достаточно сильно относятся к теме, там, zero waste экология, поэтому они, думаю, уже сами свои процессы налаживают. Субтитры сделал DimaTorzok Вести экологичный образ жизни достаточно дорого, особенно у нас в стране, когда доходы далеки от даже среднестатистических нормальных по Европе, да? То есть вот в этом случае я могу, например, скачав какую-то, да, таблицу, понимать, что это пойдет на переработку или, невозможно, не у нас, а продастся за границу? Ну, я бы не ориентировалась именно на маркировку, на вот эти цифры, потому что на примере того же самого PET говорила, что что-то из PET пойдет на переработку, а что-то нет. То же самое и с полипропиленом. Может быть, стоять маркировка полипропилен, пятерочка, но оно не пойдет на переработку, поэтому я бы скорее советовала скачать приложение «Зеленая карта». Это приложение, которое вот делала наша организация, и там есть вкладка, в которой подробно описано, что в какой контейнер бросать. Есть у нас еще на сайте, тоже на сайте KDABuy, плакаты, которые можно повесить у себя, например, в лифте или, может быть, в офисе, чтобы сотрудники знали, что можно перерабатывать и что нет. Ну, если для такого своего пользования, то, конечно, удобнее приложение посмотреть. Вот еще вчерашнее, допустим, вчерашнее мое откровение, с чем столкнулась я. Я искала таблетку и поняла, что есть просроченные лекарства, и, в общем-то, остановилась. Что делать с лекарствами, которые уже просрочены, и ты можешь просто представлять опасность, да, выбрасывать? Ну, на самом деле, не все знают, что лекарства могут представлять опасность, если их выбрасывать, например, или в канализацию смывать, или выбрасывать на свалку. То есть хорошо, что уже об этом люди задумываются. На самом деле из всех лекарств для окружающей среды представляют опасность антибиотики, обезболивающие некоторые линейки обезболивающих и гормональные препараты. Но проблема еще в том, что наш организм полностью не метаболизирует лекарства, и все равно с продуктами жизнедеятельности тоже какая-то часть идет в канализацию, а наши источные воды от лекарств, к сожалению, не очищаются. Ну, как, в принципе, во всем мире. То есть это очень такая тщательная должна быть очистка. Как минимум, надо начать с того, что не нужно покупать лекарства впрок. Сейчас этим очень много страдают, потому что ситуация такая, все хотят иметь какие-то жаропонижающие, да, на всякий случай. И очень часто в основном из-за этого и появляются просроченные лекарства. Вторая проблема, что люди не допивают курс антибиотиков. Это очень большая проблема, потому что, во-первых, они у нас формируют антимикробную резистентность, они нас недолечили, потому что курс не пропит, и у нас остаются таблетки. То есть это очень важно. Вредимы на всех уровнях, и себе, и окружающей среде. Да, да, поэтому если вы начали пить, например, курс антибиотиков, нужно его допивать для того, чтобы это имел какой-то эффект. Если все-таки лекарства образовались, то ни в коем случае их нельзя выбрасывать в канализацию. У нас было довольно большое исследование разных водоемов в Беларуси, где находились остатки различных препаратов. Понятно, что это препараты не только нашей жизнедеятельности, это часто фермы, которые используют в том числе антибиотики. И мы просто показали эти данные, говорим, что с этим нужно что-то делать. Давайте мы поставим этот контейнер и посмотрим, будут люди им пользоваться или нет. Что они будут нести для того, чтобы сделать какой-то такой мониторинг. Два года эта система работала, появились контейнеры, в том числе в Барановичах, в Вилейке, другие организации их ставили, основываясь на нашем опыте. И вот буквально в конце прошлого года постановлением Минского городского комитета было согласовано, что будет налажена система раздельного сбора. Я думаю, уже в этом году эти контейнеры будут стоять. У нас, к сожалению, нет возможности их перерабатывать. Их, они сжигаются, так как все биологические отходы, например. Они будут собираться и будут сжигаться. Пока это единственная система утилизации, которая возможна в Беларуси. Ну, первое, что мы должны делать, это не покупать их впрок, потому что, ну, как бы это не нужно. Во всех странах, где стараются перерабатывать отходы, просят жителей собирать отходы раздельно. Собирать отходы раздельно выгодно. Вторичное сырье можно аккуратно накапливать дома и сдавать в специальные пункты заготовки. Там за него выплатят денежное вознаграждение. Пункты заготовки вторсырья работают во всех городах республики. В них принимают стеклобой, макулатуру, бутылки СПЭД, полиэтиленовую пленку, старую бытовую технику, изношенные шины. Всего по стране более 1600 таких пунктов. Заготовленное в них вторсырье отправляют на заводы для производства новой продукции. Зачем нужна сортировка? Сокращает рост свалок. Возвращает ресурсы в цикл производства. Экономит деньги на другие нужды. Раздельный сбор отходов. Вклад в наше будущее. Дальше. Следующий этап для меня очень важный, особенно сейчас, это обилие пластиковых цветов, которые просто сейчас в каком-то бешеном количестве из-за предстоящих праздников Радуницы и вообще вот этих всех поминальных вещей. Ну, во-первых, мы, кстати, с этим вопросом очень тоже много работаем, потому что у нас есть такое направление, центр церковь и окружающая среда. И мы работали именно вот с религиозной составляющей. При том, что вообще церкви, они это не пропагандируют. Наоборот, они говорят, лучше придите, ну, хорошие там такие представители, говорят о том, что лучше вы приходите, там, не знаю, ну, помолитесь, чем вы эти венки или цветы покупаете. То есть они всегда продвигают идею, ну, не использовать эти пластиковые цветы. Но это скорее уже такая традиция, чтобы показать, как мы любим. Может быть, потому что мы не умеем по-другому это говорить, мы не успели это сказать людям, когда они жили. Поэтому вот сейчас мы готовы вот всеми силами показать этими цветами и венками, как мы любим. Но я тоже думаю, что это должно быть прийти новое поколение. То есть это все-таки, да, это все-таки какие-то вот эти традиции, которые, которые на самом деле с логикой, я не знаю, там, с культурой поминовения не имеют никакой связи. Это вот какой-то просто маркетинг. А с экологической точки зрения это еще опасно, потому что они, как правило, сделаны из ПВХ. Вот эти стебли цветов сделаны из ПВХ. Это один из самых токсичных материалов. А сами лепесточки сделаны из полиэстера, который тоже не перерабатывается. Другая проблема, что они со временем выцветают, их люди собирают и выбрасывают на мусорки, которые вот как раз находятся на территории кладбища. А для администрации кладбища часто вывоз довольно дорогостоящие мероприятия, поэтому иногда они их сжигают. И мы все чаще начинаем замечать, что вот мусор на кладбище горит. Но при сжигании ПВХ выделяется огромное количество ужасно опасных химических веществ. Это самое страшное, что можно сделать с пластиком, это его сжечь. Ну что, я, как и обещала, в течение одной недели сортировала свой мусор. На самом деле это казалось не так сложно, как я думала в самом начале. У меня было два пакета. В один у меня отправлялся пластик, бумага, стекло. И второй был предназначен для пищевых отходов. Пищевые отходы у меня отправились в обычный контейнер. А с этим пакетом придется немного повозиться, поэтому я хочу вам подробно показать, что это не сложно. И как, собственно говоря, это будет происходить. Мне на самом деле повезло. Возле моего дома есть целая такая мини-сортировочная станция с упоминаниями, со шпаргалками. Точно не запутаетесь. Сразу скажу, что не все жители, не все мои соседи, не все жители ближайших домов используют эту шпаргалку. Кто-то вот доносит коробки такие пластиковые, но ленится открывать контейнер. Есть своя загвоздка в том, что ты можешь открыть это пространство, где располагаются контейнеры, но с тем, чтобы зайти туда, уже возникают сложности для того, чтобы, например, добраться до этого контейнера. Если вы не такие высокие, как я, у вас может совсем не получиться. То есть могут возникнуть небольшие загвоздки. Но, тем не менее, в принципе, тот, кто хочет, всегда это сделает. Итак, что же я накопила за эту неделю? Я думаю, что такой мусор подобный есть у каждого. Это пластиковые упаковки от моющих средств. Они у нас отправятся в контейнер с пластиком. Бумага. Пластик мы выбросили, с ним разобрались. Есть бумага. Мне очень нравится, что конкретно на этих шпаргалочках расписано, что можно, а что нельзя выкидывать. Вот. Поэтому сюда у нас отправится все бумажное. Вот это кому-то мы поможем. Упаковка от шоколадок. Ненавистные листовки, которыми заполняют наши ящики. И сюда же пойдет вот такая вот прессованная упаковка от яиц. Кстати, очень интересная вещь, да? Ребята какие-то собрали бумажные отходы, сложили их в пакет, как сделала и я, собственно говоря. И не задумываясь, не читая, возможно, эту шпаргалку, отправили эту бумагу вместе с пластиковым пакетом. Не забывайте об этом. Если вы уже решили сортировать мусор, то сортируйте его до конца. Бумагу выбрасываем в один контейнер, а пластиковый пакет в рядом стоящий с пластиком. И, наконец, последняя стеклянная банка. Не забываем, что пластиковые бутылки можно не откручивать крышки, а в стеклянных банках железной крышки нужно открутить и отправить в этот контейнер исключительно стекло. Еще одна очень полезная площадка для сбора крупногабаритных отходов. Я вижу, что здесь тоже перечислены, какие типа отходов сюда можно приносить. Но очень здорово, потому что здесь отходы и от ремонтных работ, которыми иногда загромождают незакрытые площадки для мусора. Мне кажется, это хорошее подспорье, когда не знаешь, куда вывезти, а есть возможность вынести просто из квартиры вот в такие вот закрытые площадки. Итак, заканчиваем. Сортировать оказалось легко. С выбрасыванием мусора есть определенные сложности, но я думаю, что так как любые изменения начинаются с самого себя, мы тоже в самом начале, поэтому обязательно сортируйте мусор, обязательно выбрасывайте его правильно и вообще меняйте жизнь вокруг себя к лучшему. Какая главная проблема у нас? С тем, что человек не знает, ему неудобно, он недостаточно информирован. Что самое главное, да, что мешает конкретно белорусу начать вот с себя, да? Ну, я думаю, для каждого это будет разное, и вообще это все в комплексе. Сложно какую-то одну причину выделить. Ну да, для меня я бы, реформируя систему, скорее бы начала с того, что спросить людей о том, как бы, вот как вы видите идеальную систему для раздельного сбора, в которой бы вы участвовали. Я думаю, скорее всего, они сказали бы, что она должна быть близко, контейнеры должны быть близко, они должны быть единообразные. То есть если просто у нас можно часто увидеть, что там синие контейнеры, они условно всегда для стекла, но там может быть написан пластик. То есть вот такая мешанина в контейнерах, в их обозначении. Мы должны четко понимать, что можно бросать в контейнер, что нельзя. Мы должны быть информированы, мотивированы и мотивированы не только глобальными экологическими целями спасения природы, но и материально. Это очень большая мотивация для людей. Мотивированы, не наказаны, что самое важное. Потому что у нас в стране почему-то самый первый способ что-то привить, это наказать. Я уверена, что это не работает, потому что людям всегда хочется сломать систему, обмануть как-то. Если мы продолжим в том же духе, не задумываясь, конкретно мы, или, возможно, не европейские страны, к чему мы придем и через какое количество времени. Насколько все страшно и близко это? Ну, сейчас весь мир мотивирован именно загрязнением мирового океана. И даже вот Европейский Союз все свои ограничения на пластик, все нововведения, циркулярную экономику, зеленую экономику, он проводит именно в том числе из-за того, что сейчас просто бьют в набат о загрязнении мирового океана. Потому что это основная экосистема планеты, она занимает большую часть нашей планеты. И говорят о том, что если мы продолжим так же, то половина всей рыбы, всех живых организмов, по весу половины веса всех живых организмов будет вес пластика, который находится в океане. Это приводит к массовой гибели животных, нарушении целых экосистем. То есть пока мы сейчас в основном говорим, особенно если мы говорим про пластик, это загрязнение мирового океана, и это плачевно на самом деле. Поэтому вот это как бы основная такая проблема. Возможно, нам кажется, что где тот океан, и где Беларусь. Возможно, да, да, что нас это не коснется. Но экологические проблемы, они не экономические, которые работают только на одной взятой территории. Если где-то происходят пожары, это влияет на всю экосистему всей планеты. Поэтому я думаю, что нам нужно осознать, что времени у нас-то не очень много. И что если мы не начнем меняться как бы сейчас, то даже про изменение климата мы говорим о том, что мы уже не можем его замедлить, мы можем только к нему адаптироваться. Поэтому для того, чтобы было хотя бы кому и к чему адаптироваться, нужно что-то делать сейчас. И мое глубокое убеждение, что все, что мы сейчас делаем, мы же делаем не для защиты условной природы, а для защиты того места обитания, где наш вид может жить. Мы не можем пока жить на Марсе, мы не можем жить на Луне, мы можем жить только на этой планете. И если мы ее уничтожим, то именно нам негде будет жить. Планета, мы для нее просто очень промежуточный вид. На самом деле она восстановится, очистится и появится новый вид. Но нам-то жить больше негде. Поэтому все, что мы сейчас делаем, мы просто сохраняем то место, в котором мы можем жить. Редактор субтитров А.Семкин